Добрый день, дорогие друзья! Я рада очередной встрече с вами. И сегодня у меня для вас рецепт блинов. Но это не обычные блины. Это блины для тех, кто не употребляет молочные продукты. Поверьте, они такие же вкусные и, может быть, даже в некоторых степенях чуть-чуть вкуснее, но в них нет ни молока, ни сливочного масла. Давайте разберемся, что нам нужно. Итак, нам понадобится Лука Сахар Соль Сода Крахмал Я использую кукурузный И в качестве масла я взяла кокосовое Также мы будем использовать растительное молоко. У меня овсяное. И если вы хотите, чтобы ваши блины были более яркими и интересными, можно использовать кероп и куркуму. Но это не обязательно. Замешиваем тесто. Сначала добавляем муку, предварительно просеянную. Муку просеиваю для того, чтобы она наполнена с кислородом, была более пышной. Для дрожжевого теста это принципиально. Вообще, изначально на Русти блины делались дрожжами. Но это более долгий рецепт. Можно использовать обычную соду. И блины получаются ничуть не хуже. И последнее я добавляю кукурузный крахмал. Он придает эластичность блинам и нежность. Теперь все это хорошо перемешиваем. Теперь я добавляю растительное молоко. Предварительно я разделила его на две части и одну часть я вскипятила. Сначала мы заливаем холодным молоком. И все хорошо перемешиваем. Изначально у нас получается достаточно густое тесто. Практически такое, как густая сметана. Это где-то, знаете, даже тесто для оладьев. Когда мы разбили все комочки, добавляем кипяченое молоко. Оно должно быть прям очень горячим. То есть именно кипящим. Мы как бы завариваем наше тесто. Это сделает наши блины ажурными. И более эластичными. Мы как бы завариваем наше тесто. Завариваем муку кипятком. Теперь в самом конце мы добавляем масло. Это позволит нашим блинам именно печься. Не жариться, а печься. То есть я не смазываю сковородку. Я добавляю масло в тесто в самом конце. И поэтому они будут очень легко отходить от сковородки. Не будут рваться и прилипать к ним. И вот наше тесто готово. Оно достаточно жидкое, шелковистое. Сейчас мы будем греть сковородку. И начнем стряпать блины. Посмотрите, какой консистенции должно быть тесто. Оно достаточно жидкое. Не вот такая шелковистая текстура, а ровная. Из комочков. Все, мы готовы стряпать. Нам осталось дождаться сковородку. Сковородка должна быть достаточно горячей. Это залог успешности. Залог того, получится у вас ваш первый блин кома или нет. Когда сковородка у нас разогрелась, начинаем печь блины. Для того, чтобы сделать блины цветными и более интересными, мы с вами добавим кэроб. Кэроб это порошок рожкового дерева, но он уже не раз был у нас на канале других видео. У нас с вами получатся шоколадные блины. Я добавляю примерно 2 столовых ложки. Я отлила от нашего теста где-то 1 четвертую. И добавляю туда кэроб. Теперь мы все это хорошо перемешиваем. Все размешиваем кэроб до однородности и переходим к сковородке. Чтобы придать нашим блинам новый необычный цвет, я добавлю немного куркумы. Буквально чуть-чуть. Учитывайте, что если у вас яркая куркума, свяжу молотая, добавлять ее надо немного, чтобы она не поменяла вкус блинов. Все, мы опять все хорошо равномерно перемешиваем. У нас получается вот такое красивое желтенькое тесто. И продолжаем. И продолжаем. Ну вот, наши блинчики готовы. У нас, в принципе, очень простые ингредиенты. Растительное молоко можно найти сейчас в любом супермаркете, ну или в магазинах здорового питания. Специи вы можете купить на нашем сайте. Там у нас всегда есть несколько видов кэроба, свежемолотая куркума. Ссылочка будет внизу под видео. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Здесь у нас чуть-чуть куркумы, у нас получился такой персиковый блинчик. Вот насыщенно красный, яркий такой, марсианский. Это шоколадный блин. И обычный блинчик просто на растительном молоке. Они невероятно вкусно пахнут и очень вкусные. Я вообще обожаю готовить блины. Я очень люблю учить этому. Информация про ближайшие мастер-классы тоже будет внизу под видео. Готовьте с любовью, радуйте своих близких. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!